Дорогая церковь, приветствую вас. Очередная неделя прошла и очередная неделя начинается. И Бог с нами был, Бог с нами есть и Бог с нами будет. И это та радость, которую мы можем сегодня испытывать. Хотел бы напомнить нам одну из заповедей, которую Иисус оставил для нас, будучи тут на земле со своими учениками. Иисус часто касался взаимоотношений между учениками, между людьми. Он всегда был между людей, и этот вопрос для него всегда был открыт. Он всегда обращал внимание на то, что делают людям, так как они поступают. Но всегда он в первую очередь обращал внимание на их веру, работая с их неверой. С исцелением женщины, с исцелением больного, которого принесли его друзья. Но и также Иисус не убирает наши с вами отношения друг к другу. И вопрос взаимоотношений в Библии, в Евангелии, он всегда открыт. И очень много об этом написано. И в одном из мест, там где говорится о взаимоотношении между нами с вами, как братьями и сестрами, это тогда, когда Иисус дал заповедь. Это написано в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 12 стиха. Это заповедь моя, да любите друг друга, как я возубил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал. И поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. И чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите у отца во имя мое, он дал вам. Это заповедь даю вам, да любите друг друга. Заповедь, да любите друг друга. Это по моему примеру, как я возлюбил вас. Пример, как нас Иисус Христос возлюбил, он отображен ярко на Голгофском Христе. Это пример, когда Христос осознанно пошел на крест. Это пример, когда Христос был послушан своему отцу. Это пример, когда Христос без слов, но делом показал нам и явил нам свою любовь. Благодаря жертву Иисуса Христа, сегодня мы с вами имеем доступ к отцу. Благодаря жертву Иисуса Христа, мы сегодня имеем вечную жизнь. Благодаря жертву Иисуса Христа, мы сегодня имеем доступ к отцу. И имеем будущность и надежду. То, что жизнь наша тут на земле не заканчивается. Бог подарил нам веру, через которую мы понимаем, что он ожидает нас. Но при этом все, он еще говорит следующее, дает такие, знаете, бонусы. Если это так можно назвать, и говорит, слушайте, теперь не рабы вы. И назвать я вас так не могу. Вы друзья мои, потому что раб не знает, чего того хочет господин. Чего вас рабами. Раб не знает, что делает господин. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца. Это еще один уровень взаимоотношений Иисуса и отношения его к нам. Что он говорит, я назвал вас друзьями. Вы для меня друзья по той причине, что я полюбил вас. И то, что я передал вам все то, о чем я говорил с отцом. Все, что я узнал от отца, вы тоже это знаете. То есть те тайны, все тайны, которые Бог поведал мне, я открыл их вам. Открыл их в заповедях моих, в слове моем. Открыл вам их через людей, через пророков, которые были до меня. И через тех людей, которые несли и расширяли царство мое. Друзья, Бог открыл нам с вами таинство его взаимоотношений с отцом. И он сегодня называет нас друзьями. И он, называя нас друзьями, просит нас о следующем. Чтобы мы в жизни своей не остались бесплодными. Чтобы дерево наше не было высохшее, не было, знаете, как венки на могилах, пластмассовые. Мы не имеем права просто быть пластмассовыми деревьями. Мы должны быть живыми, цветущими, наполненными жизнью Иисусом Христом. Он есть лоза, а мы ветки на нем. И только благодаря лозе мы можем приносить плоды. Он об этом и говорит, я хочу, чтобы вы шли и приносили плод. И чтобы плод ваш пребывал. Дабы чего не вы просите у Отца во имя мое, Он дал вам. Помимо того, что мы приносим плод, Он хочет этого в постоянстве. То есть в постоянном действии. Сегодня, сейчас, завтра, послезавтра. Если сегодня в моей жизни есть плоды, а завтра, послезавтра их не стало, значит, мне нужно, опять же, останавливаться, задаваться вопросом, почему я не плодоносю, почему я не приношу этих плодов. И, опять же, напоминает в этом отрывочке, Он говорит нам заповедь новую, Дуева, любите друг друга. Простые, понятные слова, любите друг друга. Ну, так тяжело их применить в жизни. Так тяжело их пережить, и не всегда легко это делать. Друзья, ну мы имеем от Бога все. Мы имеем силу Духа Святого, мы имеем обдарование от Него. Мы имеем все эти чувствования, которые есть в Нем, и мы не имеем права не любить друг друга. Напоминаем себе о жертве Иисуса Христа, напоминаем себе Евангелие, и любим друг друга не на словах, не в мыслях, не в знаниях наших, а на деле. Помогая друг другу, видя нужду друг друга, терпя друг друга, неся друг друга, тратя время на друг друга, для того, чтобы царство расширялось. А люди, видя это все, они будут видеть Христа. И, соответственно, задаваться вопросом, я тоже хочу так жить, я тоже хочу так служить, я тоже хочу делать что-то доброе в этом мире. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Аминь.